Снимается все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Наталья выходит из биоробота, становится рядом. Если в ее биороботе находятся чужеродные голограммы, копии, все это выходит и становится рядом с ней. У меня есть голограммы. Хорошо, берем голограмму в сетку, защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистой энергии Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Натальи поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Наталью, интересуемся готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Натальи под ногами, начинает сканировать систем тонких тел Натальи. Находит все. Не арахноид. Хорошо, поехали. Синий дракон. Арахноид. Синий дракон. Инсектоид. Инсектоид. Дальше. Ноги. Инкуб и без. Инкуб и без. Вот как раз 5. Хорошо. Граждане тунеядцы, алкоголики. Вы обнаружены. Мы находимся здесь легально по просьбе Натальи. Вы находитесь здесь нелегально. Наталья попросила проверить ее биополе, убрать всех интерферентов. Сейчас объявляю вам программу. Начнется чистка. Чистка начинается с реверса энергии. Мы отдаем вам все темное. Мы забираем светлые энергии. После этого я рассинхронизирую вас. Вернее, вы забираете сначала все, что вы оставили в биополе. После этого я рассинхронизирую. Вы вытаскиваете все, что вы оставили. И после этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Все, кто пройдет проверку, уходят на свою чистоту. Если проверку кто-то не пройдет, он уходит, сгорает просто в клетке. Я предупреждаю сразу. Такое уже бывало. Чтобы такое не случалось, отвечаете на все мои вопросы, кооперируете. И не врете. Это самое главное. Я вас после этого тогда отпускаю на свою чистоту. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. Сейчас я дам команду на реверс энергии. И я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную энергию, низковибрационную энергию в ее биополе 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произнести отчуждение. Все чужеродные патогены, низковибрационная энергия от всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Наталье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Восемь лет. Восемь лет. Скажи мне, у тебя есть потомство в квартире Натальи? Нет, только в ней. Хорошо. Считай, Вера, синего дракона. Цифры над головой? 3046. 3046. Хорошо, дракон, как долго ты находился в этом биополе? 15 лет. 15 лет. Это уже серьезно. А чем он тебе так понравился? Просто у тебя уровень осознанности. Чем ты ей помогал? Или только воровал? Это его голограмма. Это его голограмма. Хорошо. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Инзиктоид был 8 лет. Какие долгожители все. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Считай, пожалуйста, цифры над головой у беса. 8. 8, да. Итак, Бес, как долго ты находился? 3 года. Ты привел инкуба? Привел. Как долго инкуб находится в этом биополе? Полтора года. Полтора года. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Наталья забирает всю чистую и светлую божественную энергию. И обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Бес, расскажи, на какую чистоту ты зашел 3 года назад? Какая была ситуация? Он говорит, что там постоянно какая-нибудь ситуация. До меня был другой. А ты перенял пост от другого, да? А что там такое? В чем проблема основная? Почему тебя в вас тянет? В смысле притягивает туда? Что там люди делают неправильно? Расскажи нам. Терпит унижение по отношению к себе. Жертва. Нравится ей быть жертвой. Это, конечно, мне об очень многом говорит. И по жизни ей даются ситуации, где она жертва. Посмотри на ее голограмму и все поймешь. И что там с голограммой, Вера? Посмотри на нее. Что там видишь? Голограмма, она огромная. То есть у нее плечи очень большие. Она как выстроена, чтобы защищаться, обороняться. Жертва – это очень плохая энергетика. Это человек, который опустил руки. Тот, кто опускает руки, тот накапливает моментально сразу темную энергию в этой жизни. То есть процент энергии негативной повышается из-за того, что человек не борется за свое «Я». Все принимает. Все принимает. Побои, оскорбления, скандалы. Хорошо. Тот, от кого она принимает побои. Я понимаю, там сидит демон, да? Сидел. А где он сейчас? Помер давно. А, помер. Понятно. Хорошо. А где он сейчас находится? Та душа, ты не в курсе? Ваше время? В курсе, конечно. У нас и находится. А, вот как. Хорошо. Просто пусть Наталья знает. Реверс закончился. Хорошо. Бес, скажи мне еще один вопрос. Лярва есть на биополе? В биополе где-нибудь? Есть. Ты хочешь меня попросить, чтобы я тебе их отдал? С удовольствием заберу. Хорошо. Тогда выходи. Сначала снимай все, что ты оставил в ее биополе. Докладывай мне. И после этого я тебе дам отдельную команду. И ты можешь все лярвы в ее биополе забрать. Приступай. Руки у нее снимают ленту. Высокие красные колготки, что ли. С каблуками высокими, невыстойчивыми. Готово. Хорошо, Бес. Я тебе разрешаю снять все лярвы в ее биополе. Ничего не забывай. Снимай все. У нее на лбу лярва. На лбу лярва. А как там она? От арахноида? Да. Но это третий глаз. На сердце. Печали, переживания лярва. Ну, это вкуснятина для Беса. Готово. Хорошо, Бес. Доволен? Доволен. Хорошо, Инкуб выходит, собирает все свои ленточки. Ошейники снимает все, что наставил биополе. И докладывает о готовности к проверке. Приступай, Инкуб. Скажи мне, Бес, а вот меня интересует судьба этого человека, который ее бил, который оказался в вашем мире. Ты не мог бы мне рассказать дальнейшая судьба таких людей, которые попадают к вам именно из-за этого? Что с ним? Не с ним конкретно. Если можешь рассказать о нем, тогда расскажи. Ну, чтобы просто иметь представление о том, что случается с теми людьми, которые бьют других, беззащитных. Что случается? Ну, они попали в твой. Обучают их. Обучают их, да? Подселяют, делают то же самое. Называют человека. Значит, они становятся бесами, простыми словами, да? Можно и так сказать. Понятно. Они к вам надолго уходят или навсегда? Есть шанс выйти? По-разному бывает. Всегда есть шанс. Ты хочешь сказать, ты тоже, если захочешь, можешь уйти из темного мира? Я не захочу. Скажи, Бес, ты был человеком? Нет. Хорошо, значит, ты первородный. Все, благодарю тебя, у меня больше вопросов нет. Инкуб, все снял? Все снял. Я прошу инзиктоида сейчас выйти и вытащить все, что она стояла в биополе. Инкубатор вытаскивает все свои следы, жидкость полностью. Все вытаскивает. И докладывает о готовности к проверке. А минимальный срок, скажи, Бес, вот к вам попасть туда, это сколько получается в человеческих годах? Вот я говорю, по-разному срок. Это измеряется вообще в годах как-то? В наступках. Но это больше ста лет. Это больше пятисот лет. Сколько? Как мне понять? Зависит от души и ее осознанности. Ну вот это душа, вот этого человека. Даже внизу у нас можно быть светлым. Я такого не слышал еще. А это не опасно для той души, которая светлая находится в вашем мире? Душа борется. Вот как? Есть души, которые делают ошибки, но осознают их. Они хотят покалиться внизу, как я. А есть души, которые... Такие души борются. Понятно. Я просто встречал души бесов, которые были людьми когда-то. С одним общался, который пришел специально во время войны, чтобы убить как можно больше людей. 157 человек он убил, по его словам. Он очень гордился этим. Но он хотел уровень своих низких вибраций поднять или опустить еще ниже, чем есть. То есть он осознанно как-то пришел к этому. Такие нам встречались на нашем пути. Энди, кто это все брал? Это наш клиент. Его душа очернена. Ну наверняка не только... Он касается этими вибрациями. То есть ему нравилось это все делать, да? Конечно. Ты это хочешь сказать? Хорошо. Вот это я хотел услышать. Все-таки свободная... Все снял, да. Все-таки свободная воля, я смотрю, у вас тоже есть, да? Закон действует. Как бы это неприятно было сказать. Но он действует везде. Так и есть, да. Мало таких душ, но есть, которые борются. Я, честно говоря, первый раз слышу о таких душах, которые к вам попали, но остаются светлыми или хотят остаться светлыми. Да, это, конечно, им тяжело там, да? Тяжело. Осознанность тяжело свою держать. И как долго такая душа может находиться в вашем мире? Скажем, в лучшем случае, когда действительно осознанность, это была ошибка. Нет ошибок. Я тоже думаю, что нет ошибок. Случайностей не бывает. Хорошо, благодарю тебя, бес. Хорошо. Так, выходит синий дракон. Синий дракон, пожалуйста, вытаскивай все свои платы, все, что ты оставил. Все подключки. У него голограммы, подключки. Хорошо, отключай голограмму. Он достал все. Плату достал. Все достал. Хорошо. Я даю команду арахноид выйти сейчас и достать все, что она оставила. Всю свою паутину. Все собрать. Никаких следов не осталось. Приступай. Арахноида, паутина на голове. Окон. Ну, 8 лет, вероятно. Там такая каша должна быть в голове. Такие головные боли. Какой лекарствы здесь поможет. Хорошо. Хорошо. Я сейчас, значит, три. Выстраиваю канал от Натальи к голограмме. 1, 2, 3. И даю команду на реверс. Позитивной, светлой, божественной энергии. Частички этой энергии, которые в голограмме остались. 1, 2, 3. Пошел реверс энергии. Забираем все чистое и светлое по праву назад. Если таково есть. Что возвращается, Вера? Идет свет. Готово. Хорошо. Открывается под голограммой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Она улетает в галактическое ядро на переработку. И я даю, закрываю, печатаю, растворяю. И я даю команду на рассинхронизацию Натальи с энергией арахноидой. Полностью до 100% останавливается автоматически. Вот этот свет, это счастье, она его видит. Она на себя смотрит, оно внутри нее сейчас. Да, Наталья, вот ваше счастье. Вот так оно выглядит. Она говорит, оно ко мне вернулось. Да. Оно рассекается по телу. Не теряйте его больше. Это действительно тот случай, когда называется потерять счастье или найти счастье. Вот это он и есть. Рассинхронизация закончилась. Отлично. Хорошо. Так. Рассинхронизация закончилась. Теперь я тогда подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и моей собственной энергии помогаю ей совершить импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам. Значит, три. Один, два, три. Удар. Сжигается мощным энергетическим ударом все энергетические каналы к интерферентам. Открывается портал в галактическое ядро. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Я даю команду скэнеру на проверку всех негативных энергий и вибраций, которые находятся в биополе. Наталья, на частотах интерферентов. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Немало энергии. Она чистая. Она чистая. Хорошо. Я подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и заправляю, даю ей 100% энергии. Один, два, три. Она получает 100% энергии, включая ей внутренний белый свет. Один, два, три. И Наталья на счет три начинает выдавливать из всех своих тонких тел все негативные патогенные чувства. Энергии и вибрации, собственные с собой сгенерированные. Один, два, три. Все это выходит, наматывается в шар. Все нити. Шар крутится, наматывая все нити этих эмоций энергии, негативных и вибраций, ей же сгенерированных, до последнего микрона. Шар останавливается автоматически. Она говорит, что я постоянно кого-то слышу и слушаю. А вот сейчас я понимаю свои истинные энергии и четко понимаю мои мысли. Замечательно. Шар скатался. Большой шар. Мяч. Бес заберешь? Вперед. Отправляю Бесу. Забирай. Хорошо, буду отпускать всех. Он говорит, накормил ты меня сегодня и уважил. Ну а что, ты со мной нормально общаешься, ты мне отвечаешь на вопросы. Я узнал то, что мне интересно. Почему мне тебя в этом отношении не уважить и не отблагодарить? Я прошу всех интерферентов, обращаясь к ним, больше не заходить в это биополе. Мы будем его проверять. Поэтому найдите себе новое место обитания и больше к ней не приходите. Всем понятно? Да. Синий дракон. Я прошу от тебя слово синего дракона, потому что ты больше не придешь в это биополе. Даю слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки и арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инзиктоид готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. И инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Бес инкуб готовы уходить? Да. Хорошо. Открываются два портала внизу против часовой стрелки. Один на частоте беса. Один на частоте инкуба. И они уходят на свою частоту, забирают все, что они с собой принесли, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй и ставь огненные пентаграммы. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. И переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть или было, оно проявляется. Знаешь, я не вижу магического воздействия. Но тонкая копия, она постоянно это повторяет, как вынушает себе. Хорошо. Наталья, я сейчас на ваших глазах сделал запрос о магическом воздействии. Его нет. Ощущение, что она сама себя покрывает. Вы покрываете себя действительно на физическом плане этой мысли. Если вы не прекратите это сделать, то вы, как говорят люди, сами себя проклянете. Ничего нет на вас. Вы это понимаете? Она говорит, мне так сказали. Ты можешь с нее эти мысли собирать? Конечно. И я даю команду, значит, три. Все эти мысли, эти деструктивные мысли, связанные с магией. Значит, три. Начинают выдавливаться из ее тонких тел. Один, два, три. Этот шар этих энергий начинает формироваться. Все эти мысли уходят в этот шар. Мне сказали. Она как диск, как пластинка собралась. Как пластинка. Очень хорошо описала. Хорошо. Наталья, вы видите это? Да, видит. Это ваша пластинка. Вы ее сами придумали, вы ее сами играете. Она говорит, я понимаю, что мне чистых энергий не хватает. Абсолютно верно. Поэтому и допускаются такие мысли. Хорошо. Открывая портал в галактической ядре под этим диском, один, два, три, и сжигая его, улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Переходим на чистоту. Игры, игры есть у меня. Она готова с ними расстаться? Один даже по рукам ее связал. А что это за игр, игр? Считай информацию. Это лечебный, не знаю. Лечебный. Хорошо. Значит, вы подключились, Наталья, к какому-то лечебному игр, который вас связал по рукам. Нормально. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и помогаю ей моей энергией воссоздать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь от себя все негативно воздействующие на ее жизнь здоровья биополии. Игры, игры. Один, два, три. Пошел мощный удар. Отсекаются все игры, игры. Руками что-то она делает. С этим связан игры, игры, да? Хорошо. Руками рейки делают. Вполне возможно. Я тоже рейки занимался, но у меня не был связан ничем. Ну, может быть, тут такие новые знания пошли. Нет, она негатив, скорее всего, из-за этого получает. Она не умеет его сбрасывать. А леча людей рейки, нужно уметь эти энергии всеми негативными обходиться. Те, кто не умеет всеми обходиться и защищаться, и скидывать их по каналам, эта энергия негативно входит в человека. Готова. Кто лечит. Хорошо. Пошли дальше. Подожди, открывается портал в галактическое ядро. Эти все игры-игры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, расстреляя. Готова. Значит, три. Запускаем процесс. В души. Один, два, три. Пошел процесс. Она ангел. У нее энергии прошли все по чакрам. И вибрации, вот ее, они как-то в такую, как стержень внутренний активировались. То есть она сама себя должна гармонизировать, что ли. Свой стержень она должна чувствовать. Готова. Отлично. Крылья расправила? Но она пока в себе вся смотрит на себя. Хорошо. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Натальи вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, да куда еще счастливее. Истинный момент счастья именно сейчас. Хорошо. Я подниму до 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Натальи до числа значения 680 Гц. Пошел подъем. Как же мне важны эти истинные знания. Благодарить нас. Благодарим и мы ее. Но это только полдела. Сейчас у нее как раз и начинается работа над собой. Основная задача удержать эти высокие вибрации. Заполняться ими каждый день. Фильтровать все свои мысли. Отталкивать все негативное. Никогда не опускать руки. И переставать бороться за свои энергии. За свое право. И только тогда вы сможете достигнуть этой чистоты. Которую вы сейчас испытываете. Но на земле. Понимаете, Наталья? Она говорит, мне еще все это осознать нужно. Согласен. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Мы закончили чистку. И у нас остались 10 вопросов куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле. Приглашаю в нашу комнату диагностики. Прийти куратора, учителя. В этом случае у ангелов друга. Ангела. В нашем комнате. Мы приветствуем. Снимаются все маски и голограммы. Фантом представит в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем друга. Наталья. Ангела. Представьтесь, как нам обращаться к вам. Приветствую всех в этой комнате. Можете обращаться. Агний. Агний. Очень красивое имя. Агний. Благодарю. Мне кажется, это какое-то древнерусское имя. Это не связано со словом огонь. Нет там смыслового такого содержания. Или какое. Я понимаю, но просто имеет какое-то смысловое значение это имя. Или у вас это. Имеет вибрации. Вибрации. Я понимаю. Благодарю вас. Уважаемый Агний. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Наталья. По ее просьбе мы провели ее чистку. Вытащили всех интерферентов, которые сидели самые долгие. По-моему, 15 лет было. После заправки энергии и активации, идентификации души, она показала свои ангельские энергии. И, по-моему, она понимает, кто она. Поэтому она решила еще задать 10 вопросов своему дорогому помощнику, куратору, вам, Агнии. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Благодарю вас. Начинаем. Первый вопрос. Когда и где была рождена моя душа? На какой планете? Сколько тысяч лет назад? Ангельская душа была рождена на одном их. Из небесных уровней. 250 тысяч лет назад. Ну, почти вчера. Благодарю вас. Да. Для вас времени нет, конечно. Для вас это как вчера. Скажите, Агнии, у ангелов измеряются тогда, получается, уровни небесами, да? Да. Хорошо. Второй вопрос. Какой профессии моя душа при рождении и воплощении на Земле? Я прошу прощения, но так она написала. Какой профессии моя душа? Профессия ангелов – это нести свет. У них одна задача, конечно. Добро и любовь. Свет, добро и любовь. Это задача каждого ангела. Других целей нет. Это и есть часть абсолюта – любовь. И ангелы эту любовь несут в мир. Совершенно верно. Через таких посланников. Агния, я немножко отклонюсь от вопроса. Мы нашли такой неприятный момент, когда мы вытаскивали из сущности, когда проводили чистку. Там был такой момент, что она в себе очень много терпела. Накапливала, терпела удары, терпела унижения. Вы не могли бы прокомментировать, как негативно на развитии души отражается вот это, в кавычках, терпение? Ты загоняешь в угол свою душу, унижаешь ее, ставишь конец развития. Она свои силы тратит не на развитие души, а на терпение, совершенно ненужное в этом случае. Хорошо, Агния, я благодарю вас. Этот вопрос не стоял на этом плане, но я больше чем уверен, что ей важно также было и понять причины, почему в ней эти сущности появились. Нам бес так и сказал, она терпит все. Она все-все накапливает. Это моя чистость. Терпение прекрасно, но не в случае, когда твою душу унижают. Унижают. Скажите, Агния, еще последний вопрос. Не является ли случайно вот именно это терпение тем пунктом, когда человек накапливает негативные энергии в процессе своей жизни? Конечно, негатив никуда не девается. Унижение остается внутри. Я просто хотел это... И накапливается. Для Натальи озвучить, чтобы понимала она, что эти энергии, этот процесс негативных, энергии, собранные за свою жизнь, как раз отражается именно... Вот этот случай отразится на ее цифрах. И давайте тогда сразу узнаем, какой процент негативной энергии она уже набрала в этой жизни. 27. Пора остановиться, Наталья. 27%. Хорошо, поехали дальше. Благодарю вас, уважаемая Агния. Третий вопрос. Какая самая яркая была моя жизнь из всех жизней, и где это происходило? Мне очень жаль, но я курирую твою нынешнюю жизнь. Чтобы посмотреть 250 лет твоего существования, мне нужно зайти в архив. 250 тысяч лет, уважаемая Агния. Это огромная должна быть книга, я понимаю. Хорошо. Так. Какая есть у нас... Мы можем поставить экран и посмотреть одну из жизней? Вера, как ты думаешь? Можем. Хорошо. И ставим экран сейчас в нашей комнате диагностики. 1, 2, 3. И на выбор любая самая интересная или последняя жизнь на Земле. Наталья, как решат высшие силы. Начинает транслироваться в мыслеформах. 1912 год. Хорошо. Страна. Территория России. Губернии. Мужчина-женщина. Она была мужчиной. Род деятельности. Которая отвела свою жену к бабушке-повитухе, чтобы она избавилась от ребенка. Ой, ужас. Поэтому в этой жизни ей сказали родить этого ребенка. А мужу дали пьяницу и дебошера. Не знаю, насколько Наталья посчитает это яркой, но это то, что было в прошлой жизни. Кармический узел сохраненный. Вы знаете, Агния, это намного больше информации, чем, в принципе, мы думали. Одновременно вы указали на очень важный такой кармический узел, как я понимаю, который находится сейчас, который она должна пройти, связанный с прошлой жизнью. Судьбу этого человека, пьяницы, мы знаем уже, нам бес рассказал, он находится в их мирах. Он ее бил, он ее унижал. Это все у них было в этом отношении. Вы хотите еще что-то добавить по этой теме? Я хочу лишь сказать, что яркие жизни, они всегда останутся счастливыми моментами в твоей душе. Это то, что собирается с силой в твоем стержне, но жизни недоработанные, вот их как раз и нужно знать, чтобы понимать, как дальше себя вести и строить отношения с окружающими. Конечно. Я закончил. Перехожу к следующему вопросу. Так, тут вы мне сами должны объяснить, или я не знаю, это ваша подопечная, вы лучше понимаете вопрос. Какой тотем моего рода, в скобках камень, оберег для защиты моего рода? Я не смогу ответить на этот вопрос. Скорее всего, у твоего рода будет какой-то наставник. И интересует камень, оберег. Есть ли какой-то камень для рода? Этот вопрос может быть задать ему. Я защищаю тебя и твою душу и направляю. Можно сказать Агне, что вы являетесь ангелом и ее охранителем? Можно. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще осталось? Два осталось, три прошла. Всего пять узлов. Шестой вопрос. Иногда во сне ко мне приходят вещи и сны. Иногда мой внутренний голос говорит, даже выкрикивает изнутри за меня вопреки моим мыслям и действиям. Я хотела бы вас спросить, есть ли во мне дар или какая-нибудь сила, секундочку, которую мне нужно развивать? Если да, то могли бы вы активировать этот дар для развития моей души и предназначения? Я могу лишь активировать ангельскую энергию. Дар есть у всех. Свет, который ты несешь в себе и счастье, которым ты должна наполнить себя в первую очередь, а потом уже дарить окружающим. Благодарю вас, уважаемый Агни. Я перехожу к седьмому вопросу. Почему мне было сказано и показано родить моего сына? У него какое-то особое предназначение? У него нет. Ты исправляешь свой грех. Уже ответили на этот вопрос. И кармические узы. В самом начале, когда она к бабке пошла, да? Прошлая жизнь. Прошлая жизнь в 912 году. Хорошо. Она не пошла к бабке. Она была мужчиной, который заставил свою жизнь. Заставил. Понятно. Скажите, избавиться от ребенка. А у этой женщины были потом дети после этого аборта? Нет. Не было. И, соответственно, у него никогда больше не было своих детей у этого мужчины в этой жизни, да? Все пошло не так после этого. Все понятно. Оставим. Сбой. Сбой. Программа сбилась. Сбой программы. Все понятно. Да. Хорошо. Просто это действует и на нас. Это информация. Поэтому я так иногда вздыхаю. потому что мы это все ощущаем на себе. Все эти эмоции. Я перехожу к следующим вопросам. Вопросам. У меня было не очень хорошее отношение с сестрой. Я чувствую ее зависть, ненависть, раздражение по отношению к себе и к своей дочке. Хотя с моей дочкой они очень похожи по характеру. Она не искрення со мной сестра. И я это чувствую. Почему? Это как-то связано с прошлыми жизнями. Как я могу убрать это напряжение между нами? Помогите. Это не связано с прошлыми жизнями. Напряжение ты можешь убрать только со своей стороны. Но что бы ты ни сделала, ее все равно будет это раздражать. Все, что тебе нужно, это защищаться. Защищать свое биополе и не впускать ее яд. О, да там похожий интерферент. Своей энергии. Там интерферент похожий в сестре серьезный такой, который реагирует тогда на ангельские энергии. Скажем так, это проблема сестры. Твоя задача защищаться. У сестры своя программа. Не давать свои ангельские энергии в обиду. Чтобы смягчить ситуацию, должны хотеть две стороны. Одна ты не можешь смягчать ситуацию и постоянно подстраиваться. Этим ты нарушаешь свой баланс. но выбор конечно же за тобой. Безусловно. Вы считаете это не кармическая ситуация, да? Почему между сестрами? Это не кармическая ситуация. Это провокация. А что она я понимаю, что такое провокация, но я понимаю, что бывает провокации, когда делаются для того, чтобы человек выплескнул из себя какой-то огромный объем энергии для того, чтобы их украсть. такое делают энергетические вампиры. Этим занимаются низкие мира, этим занимаются космические цивилизации, провоцируя человека на такие безрассудные действия. Не является мой вопрос, не является ли ее сестра так сказать энергетическим вампиром? Просто так прямой вопрос. Я не могу отвечать на этот вопрос. Я понимаю, это не касается ее сестра. У нас не было разрешения на работу с сестрой. Безусловно, не будем нарушать законы. Я лишь сказала, что нужно делать Наталье в этом случае. Хорошо. На этом я остановлюсь. Если сестра захочет, она может оказаться в этой комнате диагностики. Вы совершенно правы. Если она захочет. Если бы она хотела помириться с сестрой, то она бы еще это легче сделать по затратам энергии. Благодарю вас, уважаемый Агни. Я перехожу к следующим вопросам. Девятый вопрос. Почему после общения со своей мамой у меня совсем не остается сил, особенно когда ей плохо? После общения с ней у меня ноги тяжелеют. Не могли бы вы мне помочь и подсказать или помочь, как мне выставить защиту против ее энергетической атаки? Она это догадывается об этом. С удовольствием помогу. Тебе очень важен твой стержень, который я активирую сейчас. Ангельские энергии у всех проходят по-разному. У тебя они идут изнутри, из твоего стержня. Выстави руки вперед. Я покажу тебе твою защиту. Вот он ей показывает внутри нее в самой середине стержень от макушки до ног и от него он светится весь. То есть вот этим светом он защищает все ее тела и отторгает весь негатив. По идее тот, кто нападает, он будет видеть его, он будет видеть изменения и все, что будет исходить, негатив, он будет отталкиваться, возвращаться назад. Отлично. А дальше уже это работа над собой. Да, это долгий осознанный процесс, но без него никак. Благодарю вас. И последний вопрос, уважаемый Агний, уважаемый куратор, как я могу ходить с вами на связь, чтобы иметь возможность для более тесного общения с вами, для участия вашей помощи в установке моей защиты и моего развития. Заранее вас благодарю. Я всегда с тобой на связи. Теперь ты знаешь мое имя и можешь связаться со мной в любой момент, протягивая такую же энергию, как твой стержень ко мне. Защищенный снаружи и изнутри надо добавить? Он уже защищенный, потому что энергию, которую он излучает, она сжигает весь негатив. Отлично. Дело в том, чтобы интерференты не залетели на этот канал. У нас были случаи, когда человек пытался установить канал с куратором и сущность увидела это и влезла в него. И не один раз. Это будет зависеть от намерения и визуализации Натальи. Если визуализация будет сильной, ни одна сущность не посмеет зайти. Личности понимают, что могут сгореть в этом свете. В этих энергиях, конечно. Благодарю вас, уважаемый Агни. У меня больше вопросов нет. Уважаемый Агни, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые к нам приходят, в эту комнату диагностики были их сотни из всех миров, ангельские мира приходили. Агни получает от нас особый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми чистыми и вкусными ягодами на земле. Один, два, три. Это единственный чистый продукт, который у нас остался, уважаемый Агни. Я прошу вас взять знак благодарности этот скромный подарок от нас за вашу помощь, за ваш приход, за то, что вы помогли нам ответить на эти вопросы, вы можете поделиться со своими друзьями. Он благодарит и у него в руках такой, как небольшой белый камень. Да. Он говорит, что я, к сожалению, не смог ответить на вопрос про тотем твой рот. А, рот, ну да. если для тебя это важно, возьми этот белый камень. Благодарю. защищать тебя. Возьми этот белый камень. Вера, что это за камень, как он называется? У него есть какое-то название или просто белый камень? Как он активируется? Ее энергией, визуализацией и доверием. Он немного прозрачный. Как кварц. Опал. Опал. Да. Замечательно. Благодарю вас за эту встречу. И мы благодарим вас. Мы прощаемся, уважаемый Агний. Возможно, еще когда-то увидимся. Желаем вам всего наилучшего. Примите еще раз нашу искреннюю благодарность за вашу помощь. Всего вам наилучшего. А будет так. А так и есть. Чистая энергия вам. Благодарим вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Наталья, как вы себя чувствуете? После разговора с Куратором. Она говорит, я под таким впечатлением, я просто в шоке пребываю. Мне столько надо переосмыслить и почувствовать внутри себя. О, да. Так как вы ангел, перед вами лежит еще куча работы. Потому что, как вы слышали, с какой целью приходят ангелы на Землю. А исполняя свою работу, вы сможете только тогда, когда вы сможете эту энергию в себе иметь, тогда вы можете ее дарить и освещать этот мир. Поэтому начинайте работать над собой. У вас есть куратор, он объяснил, как с ним связываться. Попробуйте. Мы всегда рядом. Если что, обращайтесь. Благодарю. Хорошо. Мы закончили чистку и ответы на вопросы и будем возвращать Наталью назад в систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Натальи в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова